Еще одна злободневная тема, которая на сегодняшний день просто облетела все возможные средства массовой информации, это, собственно, яйца. В некоторых регионах их стоимость достигла 200 рублей за десяток и стали продавать поштучно. В частности, в Крыму начали продавать яйца поштучно, чтобы не пугать покупателей высоким ценникам. Они продолжают стремительно расти в цене, и власти полуострова как-то пытаются бороться с розничными торговыми сетями, немного сбить цену. Федеральная антимонопольная служба попросила крупных ритейлеров добровольно ограничить наценку, но никаких таких мер для этого не предпринимается. Очереди стоят. Нет, ну, меры они предпринимают. Если мы посмотрим на историю этой ситуации последних нескольких месяцев, она обсуждалась и на уровне правительства, она обсуждалась и комментировалась с президентом, она по регионам в различных выступлениях губернаторов или там других профильных чиновников озвучивалась, да, нам обещали, что эта ситуация будет взята под контроль. Потому что, когда они продают яйца поштучно, это помните, как вот предыдущая инициатива бороться с ценниками на яйца, по-моему, в прошлом году было, когда вместо десятка начали продавать девять штук. Девяток яиц, да. Рывок был такой сильный, что оторвало яйцо. И видя такое, да, ну, яйца поштучно. В принципе, если мы посмотрим с вами на какие-то продуктовые там отдельные направления, они же давно там конфеты продают по сто грамм. Цена идет за сто грамм. То есть, когда ты увидишь за килограмм, ты офигеешь. А тут же вроде как такой хитрый ход, такая дешевая манипуляция. И человек вроде как свое сознание чуть-чуть как-то не тревожит лишний раз, да. Вот это абсолютно из той же ситуации, но это же не решает никакую проблему. Ну, продавайте их поштучно. Ну, население не будет все равно, тем не менее, денег оплатить эту роскошь, да. Вот нам говорили с вами, что эта тема будет взята под контроль и ситуация выправится. А что в итоге мы с вами видим? В итоге правительство принимает решение, открывает российский рынок для сельскохозяйственных производителей из Турции. Понимаете, да? То есть, у нас аграрная страна, которая, как нам рассказывает с телевизора, кормит весь мир. Страна, которая тут, значит, обеспечивает не только себя, но и половину планеты. А как выясняется, российских граждан-то даже яйцами обеспечить не может. Какие, к чертовой матери, телефоны или самолеты, какие процессоры или компьютеры, если мы яйца не можем населению предоставить, да, если мы не можем добиться хотя бы наличия какой-то продукции сельскохозяйственной, я бы посчитал, что, ну, более неэффективного управления, более неэффективного руководства, ну, придумать будет практически невозможно. Очень трудно. Что дальше? Ну, у нас, в принципе, с вами мы видим, да, как люди запасаются гречкой, как люди запасаются там с сахаром, да, как потом все это дело приходит в негодность, да, но яйцами, наверное, тяжело запасаться. Они просто протухнут у них в другой срок годности, да, но, наверное, сегодня это будет новой валютой. Люди будут просто вкладываться и говорят, знаешь, завтра рубль, черт, не знаю, что с ним будет, а вот яйца, пожалуйста, да, будем, какое-то натуральное хозяйство, обмен какой-то будет, бартер будет и так далее. В целом, они валят все на птичий грипп и говорят, что это вот просто по всей стране одновременно вот так вот магическим образом везде курицы у нас, значит, заболели птичьим гриппом, поэтому это все для заботы о гражданах. Ну, а с другой стороны, а как им из этой ситуации выйти еще? Ну, а что они еще могут сказать, да, чтобы хотя бы как-то вывернуться из сложившейся, ну, просто омерзительной ситуации? Если бы мы с вами говорили о введенных санкциях, где мы все необходимое покупаем из рубежа для птицефабрик, и, значит, самих цыплят, и оборудование, и корма, и все необходимые расходники, и в том числе химию, медикаменты и все остальное, ну, наверное, в этом случае, да, дискуссия была бы живая, адекватная, дискуссия была бы состоятельная, но тогда в этом случае, опять же, да, вот эта фраза санкции нам на пользу, на пользу, то, что нам рассказывают пропагандоны с государственного ТВ, да, она, конечно, будет подвергаться больше критике, и население, которое до определенного момента вне политики, да, когда это столкнулось, коснулось непосредственно их, наверное, как-то будут переосмысливать эти идеи в своей голове, и будут задаваться вопросом, действительно, мы должны оставаться вне политики, вот как из этой ситуации выйти, давайте продавать яйца поштучно, ну, 200 рублей за килограмм, такого же не было никогда, а теперь давайте с другой стороны посмотрим с вами, все эти пахальные вещи, по-другому не скажешь, это же дефицит от бензина, соляры, какие-то, значит, проблемы, перебои с поставками из-за рубежа, да, что является закономерным продолжением санкций, вот эта тема с продовольствием, ростом цен, гиперинфляции, Центробанк уже говорит, что там уже до 7 с лишним процентов, по-моему, инфляция увеличилась, какие 7 процентов, до 17, до 27, охотно можно поверить, да, но если мы берем отдельно продуктовый сегмент, то здесь они не очень любят говорить конкретно на такую тему, да, но тем не менее, ведь все эти социальные трудности, это же предвыборная кампания, которая идет в действующей власти, да, вот этот тезис, царь хороший, бояре плохие, или что, а что Путин один может сделать, да, в какой-то степени это еще работает, ну, на определенную часть населения, да, но ведь это все равно не тот контекст, который бы они хотели видеть, да, ведь они хотели бы видеть наоборот, давайте каждому пенсионеру дополнительно по 5 процентов индексации сделаем, давайте каждой многодетной семье по 2,5 процента увеличим выплаты, которые они там получают, не, там, я не знаю, несколько тысяч рублей, а плюс еще 14 рублей сверху, да, вот это, наверное, привычная для них картина, а когда вся страна обсуждает, что у нас правительство и власть не контролируют цены, а значит, эффективность их обещания, да, стремиться к нулю, я понимаю, что ДЭК и многодневки, они позволяют нарисовать любой результат, я бы сказал, что при возмущении граждан вокруг социальной повестки, а это именно таковая, я думаю, что подобные цифры, да, которые они хотят нарисовать, они могут вызвать и обратный эффект, да, люди, которые думать-то не думали на митинге идти, думать-не думать, забастовки устраивали, думать-не думали протестно голосовать, а власть говорит о том, что, ребята, мы вас заставим об этом думать, мы вам создадим невыносимые условия, а потом по телевизору покажем, что вы за, что вы аплодируете этим условиям, к сожалению, среди широких масс населения есть и те, кто действительно вот это все, находит этому какое-то оправдание, да, которые говорят о том, что, эх, ё-моё, вот это Байден подонок ночью перерисовывает ценники в магазинах, ай-яй-яй, Байден, как же так, да, эх, мамы, тут тебя, значит, жалеем, хотим Америку спасти, кто-то, значит, все это валит на какие-то другие государства и говорит, что это кто угодно, только не правительство, не российская власть, да, понятно, что люди живут просто в информационном плену, они просто порабощены телевизором, и никто их оттуда не спасет, кроме как мы с вами, да, те соседи, друзья, коллеги, одноклассники, какие-то, может быть, родственники или просто знакомые, объяснить, сказать, слушай, ну ты вот говорил, да, что все у нас нормально в стране, ну давай сейчас сходим в магазин, посмотрим, яйца-то почем, лук посмотрим почем, курица посмотрим почем, лидер, один из лидирующих позиций по росту стоимости за год, и тут вот гражданин, да, он будет пытаться оправдывать все это положение, потому что убеждения у него такие, они выросли в какие-то уже закостенелые, забронзовелые формы, но ему будет очень трудно это объяснить, и в голове поселится мысль, которая вырастет действительно в очень ценные вещи, да, в критическое мышление.